добрый день дорогие друзья здоровый образ жизни тема этого небольшого видео размышления зож что это такое людям свойственно заблуждаться дело только в генах когда кто-то не болеет или живет долго и вот это убеждение есть у многих но если бы дело было только в генах то люди бы улучшали свое скажем так здоровье и уже сегодня было бы много людей которые живут более ста лет но к сожалению этого не происходит дело не только и не столько в генах как в образе жизни и этот образ жизни складывается из духовного и физического когда-то люди не принимали наркотики алкоголя не было табака не было большого количества сахаросодержащих продуктов сильных лекарств и люди жили по-другому сегодня люди имеют большое разнообразие в своем питании в своем отношении к здоровью и вот мы будем удивлены но большинство людей конечно же хочет иметь здоровье и это у них в планах но примерно 40 процентов людей абсолютно не интересуются своим здоровьем их это не интересует только тогда когда здоровье начинает причинять им страдания и боль только тогда до них доходит о том что надо позаботиться о здоровье но до этого времени они о нем вообще не думают и поэтому сегодня большинство людей находятся в глубоких заблуждениях о том что такое забота о здоровье и что такое здоровый образ жизни большинство людей убеждают о том что если он будет делать три действия то будет здоров первое действие это не иметь вредных привычек таких как не курить не пить принимать алкоголь и а значит не принимать наркотиков второе надо правильно питаться сбалансировано это слово ключевое то есть разнообразно и третье заниматься фитнесом но это далеко не так без божьей милости и благодати ни один человек не может быть здоровым и уж тем более не быть не может быть долгожителем а долгожителем является человек который проживает 91 год и более поэтому в современном мире существует понятие зож здорового образа жизни и вот в нем очень мало очень мало духовного а в основном это только физическая составляющая правильное питание отсутствие вредных привычек привычек и регулярный фитнес так вот на первом плане это все-таки духовное это вера в бога это знание его заповеди это стремление эти заповеди не нарушать это желание общаться с богом это любовь добро к природе животным людям и это отсутствие жадности злобы гордости и надменности и вот без этого составляющая все остальное это ерунда это полностью ничего не значащие усилия и действия и теперь физические усилия конечно же прежде всего это сон это восстанавливающий оздоравливающий сон регулярный постоянный на втором месте это учеба и работа причем и учеба и работа они должны быть духовно угодный богу то есть не нарушать определенных духовных законов бога и при этом человек должен это все понимать следующее это фитнес и фитнесе есть подмена а большинство людей сегодня занимаясь фитнесом хотят заниматься в фитнес центрах к сожалению в этих фитнес центрах коммерческий подход к людям к их здоровью и поэтому отсутствует правильное знание которые человек должен принимать и соблюдать и вот в этих фитнес центрах людей направляют на нездоровое направление которое называется body building то есть культура тела или атлетизм по-русски но это ведет к потере здоровья они его улучшение следующее это питание и питание должно быть разнообразным но живые продукты в нем должны превалировать примерно 70 процентов продуктов которые употребляет человек должны быть живые не переработанные не обработанные не огнем и жаренем не варка и так далее следующий пункт это голодание регулярное осознанное необходимое для очищения и восстановления здоровья организма человека недостаточно голодать только один раз в неделю один день этого недостаточно необходимо проходить голодание и по три дня и по 5 дней и даже по 7 дней следующее это гигиена отдых отдых сегодня у людей практически отсутствует это связано не только с работами с тяжелыми нет это связано с незнанием с убеждением в том что достаточно 10 дней провести у моря или где-то в горах один раз году и все человек будет полностью отдохнувшим и восстановившим свои силы это заблуждение это абсолютное заблуждение это недостаточно следующее это естественные лекарства это травы мед прополис солнце воздух и вода и затем следующее идет закаливание следующее отсутствие естественно вредных привычек таких как матерные слова таких как обман ложь таких как вредные привычки может быть это будут блудодеяние да это все имеет место быть и наконец десятая это настойчивость без настойчивости приобрести какие-то позитивные изменения в своем здоровье невозможно и вот эта настойчивость это не значит один месяц соблюдать что-то или полгода или даже год это гораздо более продолжительное время размышляя на тему здоровый образ жизни мы должны в этом вопросе совершенствоваться мы должны искать в этом вопросе правильные действия и находить на них ответы применять их использовать их а затем делать какие-то выводы из того что мы уже сделали потому что личный опыт это очень важное действие поразмышляйте обо всем этом а я желаю вам божьей милости благодати до свидания